Всем привет! Сейчас проверим домашнее задание. К доске пойдет... Это была шутка. Оставайтесь на своих местах. Вы же знаете, мы не ставим оценки. Ведь главное не то, что в дневнике, а то, что в голове. Сейчас вместе будем вспоминать школьную программу. Запускаем наш Витатрон. Артемий Филиппович Земляника написал нам письмо. Я с детства боюсь змей, поэтому я немного растерялся, когда внук предложил провести опыт под названием фараонова змея. Подскажите, не опасно ли это, а лучше покажите эксперимент своей передачи, потому что я действительно боюсь змей. Итак, нам понадобится глюконат кальция. Эти таблетки можно купить в любой аптеке. И сухой спирт. Его мы нашли в спортивном магазине. Сейчас будем нагревать глюконат кальция и посмотрим, что произойдет. И вот выползает наша фараонова змея. Я бы даже сказала, вылупляется. Страшно? Совсем нет, но выглядит не очень. Все это напоминает мумию. Из глюконата кальция получается какое-то длинное присмыкающееся. Возникает только один вопрос. Ну как это могло поместиться в такой маленькой таблетке? Вообще, надо сказать, что фараонова змея – это общее название для целой серии химических опытов, в ходе которых количество вещества резко и многократно увеличивается. Реактивы могут быть разные. В данном случае мы имеем дело с глюконатом кальция. В результате реакции он распадается на углерод, оксид кальция, воду и углекислый газ. Светлый оттенок фараоновой змее придает оксид кальция. Вот он. Черный и серый – это обычная зола. Ну и благодаря углекислому газу, а его выделяется в достаточном количестве, вещество становится пористым, а змея объемной. Недостатком такой змеи является хрупкость. Она легко рассыпается. Но согласитесь, это было эффектно. Можете провести этот опыт дома и удивить своих близких. Это была рубрика «Каждый школьник знает четко». И помните, учиться никогда не поздно. «Каждый школьник знает четко»